МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Многие из нас мечтают о собственном жилье и устали от того, что зарплата уходит не на нужды семьи, а в карман арендодателю. Реальный шаг к мечте можно сделать сейчас. Жилстрой Сбербанк Казахстана сообщает о приеме заявлений с 5 марта по 5 мая 2015 года. Список формируется из числа лиц, соответствующих требованиям группы под направлением жилье для всех категорий населения программы развития регионов до 2020 года в многоквартирном жилом комплексе южнее проспекта Тлиндиева вдоль реки Сараблак. Всего 134 квартиры по цене 120 тысяч тенге за 1 квадратный метр в чистовой отделке. С требованиями, предъявленными к участникам, можно ознакомиться на интернет-ресурсе банка в разделе «Доступное жилье 2020». В январе этого года столица вошла в ряды пользователей специального приложения «Аналок рации». Теперь же с помощью этого приложения автомобилисты могут предупреждать друг друга о неработающих светофорах, пробках на дорогах, ДТП. Столичные водители обсуждают не только изменения в ПДД, но и другие актуальные вопросы для автомобилистов. На данный момент насчитывается более 12 тысяч человек и достаточно активно используется. В основном приложение создано для того, чтобы водители смогли выручать друг друга. Например, вылетел на обочину, нужен трос и тягач для возвращения на трассу или сел аккумулятор и другие. По словам пользователя, приложение пропагандирует соблюдение ПДД. Департамент по защите прав потребителей города Астаны сообщает, что с 16 по 28 февраля в Астане будет проведена дополнительная иммунизация против корей лиц в возрасте от 15 до 19 лет. До 28 февраля текущего года планируется охватить вакцинацию против корей 31 500 человек. Медицинские работники проведут вакцинацию в 142 прививочных пунктах, городских поликлиниках, школах, высших и средних учебных заведениях города. Напомним, корь – острое инфекционное вирусное заболевание, протекающее с высокой температурой, сыпью на теле, могут присоединиться кашель, головная боль. Характерно, что при контакте с больным корью заболевают практически все лица, не привитые против корей. Есть такая тенденция, что корью стали болеть взрослые. То есть раньше эта инфекция считалась детской, в основном болели дети. Но на данный момент регистрируются часто случаи, что именно взрослые люди болеют. С чем это связано? Скорее всего, с тем, что многие отказываются от вакцинации. Соответственно, у взрослых данная инфекция протекает очень тяжело. То есть это различные воспаления со стороны ушей, глаз, система сердца, сердечной системы, почек, печени. Это различные тяжелые пневмонии. Впервые в столице пройдет ежегодный городской конкурс красоты среди девушек с ограниченными возможностями. Астана АРУ-2015. Прием заявок на участие продлится до 20 февраля. Конкурс инициирован общественным объединением инвалидов Центр «Независимая жизнь ДОС». Участие в нем могут принять девушки от 18 до 35 лет, передвигающиеся на инвалидной коляске. Главная цель конкурса – изменить общественное мнение о возможностях женщин, имеющих инвалидность, внедрить новые социальные стандарты. Среди прочих задач конкурса – дать возможность участницам проекта отойти от восприятия себя лишь через призму инвалидности. Шанс измениться самим и мир вокруг себя. Это все на сегодня. Все самые интересные события и в линии «Люди главного города страны» смотрите на 24КЗ или на официальном сайте телеканала. Хороших новостей вашему дому. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Кулакова